Всем добрый день! С вами Татьяна. В этом видео хочу рассказать о том, как я в весеннее время применяю домашнюю триходерму. Методика выращивания триходермы на зерне, на жидкой среде, всем знакома. На этом я останавливаться не буду. Немного информации о том, для чего нужна триходерма и как она действует. Мы знаем, что триходерма это почвенный гриб. В первую очередь он задействован в разложении органики и является конкурентом фитопатогенов. Попадая в почву, быстро образует собственную колонию, мощную грибницу, которая внедряется в верхние слои корневой системы растений, выделяя вещества, гормоны, которые отвечают за рост растений, созревание цветков и плодов. За счет этих веществ улучшается минеральное питание, стимулируется рост корневой системы и надземной части. Также гриб подавляет рост других патогенов, не давая им развиваться. Выделяя антибиотики блокируют дальнейшее развитие заболеваний, таких как серая гниль, фитофтороз и другие. Однако триходерма это не панацея. При сильном заражении растений триходерма с болезнями не справится. Однако она хороша в качестве профилактики и на ранних стадиях развития болезни. Таким образом, триходерма, улучшая структуру почвы, обогащает почву полезной микрофлорой, перерабатывает растительные остатки и ускоряет образование компоста. Стимулирует здоровое развитие растений. А сейчас о применении триходермы ранней весной. Работа в теплице. Конец марта. В этом году я приобрела теплицу и первое, что я сделаю, заселю триходерму, то есть внесу в почву. 1 чайную ложку зерновой триходермы, 100 грамм песка, то есть в моем случае это земля. Перемешиваю и равномерно рассыпаю по поверхности грядки. Грядка у меня уже перекопана с перегноем, поэтому заделывать триходерму я буду рыхлением, то есть плоскорезом. Так как триходерма не любит ультрафиолета, поэтому обязательно ее нужно заделать в землю не глубже 5-10 сантиметров, так как опять-таки для ее размножения и развития нужен кислород. Триходерму вношу в хорошо заправленную органикой почву. Почва должна быть хорошо увлажнена. Здесь влаги достаточно. В весенний период разбрасываю зерна триходермы с целью угнетения патогенов и обогащения почвы полезной микрофлорой. Хотя триходерма начинает расти уже при температуре плюс 5 градусов, но оптимальная температура почвы должна быть плюс 15 градусов и выше. Сейчас посмотрю какая температура почвы у меня в теплице. Заодно проверю и кислотность почвы. Кстати триходерма слегка подкисляет почву. Кислотность почвы в теплице 7,5 PH. Температура почвы 14 градусов. Таким способом триходерму буду заселять и в открытом грунте на грядках, когда земля хорошо прогреется 15 градусов и выше. В рассадный период зерновую триходерму добавляю в почвогрунт. Одну столовую ложку неполную на 10 литров земли. Грунт использую для посева семян, посадки рассады и заполнения лунок. После приготовления почвосмеси оставляю на 7-10 дней для прорастания спор и мицелия и их равномерного распределения по объему грунта. В дальнейшем грунт использую по назначению. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. До новых встреч!